Если это целенаправленно, этих людей засылают иностранные спецслужбы с целью какой-то диверсии, то это опасно. Он всего лишь болтун. За ним ничего не стоит. Я вас тоже прошу, оставьте его, не слушайте. Почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Потому что способность к познанию, она не каждому человеку это дано. Понимаете, этим отличается тупой от дурака. Интересно, Кадырова грамота разговаривает на чеченском языке? Поверь мне, нет. Он вообще не разговаривает на чеченском языке нормально. Он говорит на каком-то непонятно смешанном русско-чеченском языке, с каким-то проглатыванием окончаний. У него какой-то дефект речи. Короче, его очень сложно понять даже чеченцу, то, что он говорит. Что скажете про Тумсуова? Про него у нас один дом. Говорите, он. Все там думают, что он что-то представляет из себя. Он всего лишь болтун. За ним ничего не стоит. Я вас тоже прошу, да. Оставьте его, да. Не слушайте. Ну, просто интересно бывает, когда он ерунду несет, там. Когда наш брат, да, он чморит его там на его выступлениях. Ну, я иногда тоже сегодня, по-моему, да, он вчера, а сегодня, да, он слушал, да, как он говорит, да, и как, да, он приводил пример наш брата. Пример, да, он приводил, да, он доказывал, что в его словах, сколько он неправду говорит, сколько он чувств несет, там. Это, он не самостоятельный человек, я вас уверяю, да, его держит, да, он, спецслужбы европейские, да, он, и он за это получает, там, копейки, там. И сейчас его, там, они уберут, там, так и остальных, там, и потом скажут, что Кадыров это сделал, да, он. Вот они что делали, используют, да, он любит использовать, да, он использовал, потом все, вот чтобы конец тоже был у них. Такой, да, он плохой, да, и про него, да, он не стоит говорить, да, он при жизни, да, он нам не мешает, наоборот помогает. Когда с ним что-то случится, да, он, то действительно он будет нам мешать, да, он, поэтому мы должны, да, он, его охранять, да, он. Потому что он ничто, он не он, не она, он, можно сказать, оно, поэтому с ним лучше не связываться, да, вот оставьте болты, надо, пусть болтает. Вот как неваляшка есть, там, 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 вот его роль в жизни, да, если он мужчина, да, если он говорит, его там незаконно забрали, пытали, что ты делаешь там, да, приезжай, да, покажи себя, да, надо же отомстить, отомстить, да, за то, что с тобой сделали, да. Ну, он, он скажет, да, придет время, там, год, два, три, пять, потом я это, ну, это болтология, да, такие болты, мы много видели, поэтому про него, да, он, я вас прошу, кто, даже наших братьев, да, он, ставьте его, да, пусть дальше, да, он. Если мы хотим ему помещать, мы должны его забыть, да, вот для него это, да, проблема, да. Демид, удивлен твоей грамотностью и произношением, благодарю, сколько языков знаешь и почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык, да, и по-чеченски диалект у него странный, это нормально. Благодарю тебя за оценку моего, моей грамотности и произношения. Почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык, потому что способность к познанию, это, ну, не каждому человеку это дано. Но, понимаете, этим отличается тупой от дурака. Многие не понимают разницы между тупым человеком и дураком, а это совершенно разные люди. Тупой человек, это тот человек, который не стремится к знаниям, и поэтому он их не постигает, вот он тупой, но при этом он не дурак, он далеко не дурак. А дурак, он может быть очень грамотным, он может быть выдающимся ученым, но при этом он будет дураком. Например, его может какой-нибудь аферист в два счета обыграть, наказать, там его, лишить его каких-то денежных средств. Потому что он дурак, вот в этом смысле он дурак, но он далеко не тупой, он очень умный человек, потому что он стремится к знаниям, он их постигает. А вот тупого далеко не каждый аферист сможет обвести вокруг пальца, потому что тупой он далеко не дурак. Но он тупой, потому как у него нет никакого стремления к познанию новой какой-либо информации для себя, полезной. Поэтому он тупой. И вот если человек, если он тупой, то не важно, какую он занимает должность, какому происхождению он принадлежит, какой он с ними богатый и так далее, это не имеет никакого значения. Если он тупой, то это неисправимо. Потому что, чтобы человек познавал, у него должно быть желание это познавать. Если у него нет этого желания, ты не можешь ему насильно это влить в его голову. Это не работает так. Это вот как прошивка бывает, подключил там по USB и залил. Так не работает. У него должно быть желание. И вот у тупого человека это желание отсутствует. Байсангур. Тысячи мусульман призывного возраста приезжают в Германию каждый день. Я считаю, что эти люди являются армией вторжения. Как ты считаешь, опасения угрозы с их стороны беспочвены и гражданам Евросоюза нечего опасаться? Тысячи мусульман призывного возраста приезжают в Германию каждый день. И что? Почему это угроза? Я не понял. Почему ты именно выделил мусульмана? А не мусульмане тоже призывного возраста, также тысячами приезжают в Германию. Туристы там по рабочим, визам и так далее. Почему это опасность? Почему опасность представляют именно мусульмане? Почему ты так разделяешь это? Я что-то не совсем понял. Я думаю, абсолютно в этом нет никакой опасности, если целенаправленно этих людей, будь они мусульмане или не мусульмане, не важно кто они. Если это целенаправленно, этих людей засылают иностранные спецслужбы с целью какой-то диверсии, то это опасно. Если люди приезжают с целью туризма, работы и так далее, то это нормально. Невозможно жить в нормальном мире, нормально жить в нормальном мире, закрывшись там, запретив туризм, запретив какую-то миграцию. Невозможно. Ты превратишься в Северную Корею. Приму тебе самый такой олицетворяющий пример закрытости. Субтитры сделал DimaTorzok